Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров 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 А.Егорова к ним интерес растет. Это новый продукт, и он очень активно развивается в России. Давайте зрителям поясним, что такое мультистратегия. Мультистратегии – это алгоритмические фонды, в которые входят 6-8 торговых программ на пяти биржах мира. То есть Чикаго, Нью-Йорк, Франкфурт, Лондон и ММВБ РТС. Это достаточно сильно диверсифицированные торговые программы, которые приносят абсолютный доход, так скажем, в зависимости от уровня риска. У нас есть три программы – консервативная, сбалансированная и агрессивная. И средняя доходность всех рисков с момента основания – порядка 80 годовых. Помимо диверсификации, насколько я понимаю из ваших слов, в чем еще преимущество мультистратегии? Огромное преимущество в том, что она абсолютно ликвидна, потому что это, по сути, деньги, находящиеся на бирже, и инвестору, чтобы получить деньги назад, достаточно дать заявку. На следующий день деньги выводятся с торгов, и ему отправляются. Плюс огромное преимущество является четко описанное правило риск-менеджмента. То есть у нас в каждом субфонде работает робот и управляющий, который за ним следит, а также контролирует риск-менеджмент в режиме онлайн. И практически невозможны большие драдауны, чем снижение портфеля, чем описано в наших презентациях, потому что мы закрываем позиции, которые вдруг начинают падать. То есть преимущества основные – это контроль рисков и абсолютная ликвидность. Не нужно продавать акции. Если в портфеле акции, то можно не получить быстро за них деньги, потому что их нужно продать. Здесь ничего продавать не нужно. На каком рынке мультистратегии наиболее хороши? Или это все равно падающие, растущие? Они лучше всего работают, когда есть какой-то тренд. Лучше всего они работают на падающем рынке, потому что, как известно, рынки падают стремительно, а растут постепенно. Вот было серьезное падение всех рынков в сентябре, и у нас доход за один месяц был порядка 40 абсолютных процентов. Это рекорд. Но и падения были тоже сильные. Вы сказали, что всегда работает робот, и за ним слит, соответственно, управляющий. Он и осуществляет контроль за алгоритмами. Кто принимает решение о смене алгоритмов? Все-таки робот или управляющий? У нас есть управляющий более верхнего уровня, собственно, управляющий мультистратегий, который смотрит за перформансом, за доходностью всех программ, которые входят в этот фонд, и он меняет на еженедельной основе. То есть он смотрит, как ведут себя стратегии, и из более рискованных перекладывает менее рискованные по... У нас тоже есть там математический аппарат, который вычисляет, куда нужно, мы называем это переаллокация. То есть переаллокация из одной стратегии в другую, в рамках мультистратегии, происходит на еженедельной основе. Значит, на основании каких выводов принимается решение о смене, так скажем, стратегии? На основании режимов рынка, на основании статистики доходности, мы смотрим распределение вероятности и доходности, мы смотрим, насколько оно соответствует плановому, и если, скажем, какая-то стратегия заработала больше, чем она может теоретически заработать на этот момент, мы из нее выходим и заходим в ту, которая не достигает своей вероятностной доходности. Давайте объясним еще, как все-таки работает система риск-менеджмента, какой существует защитный механизм. Риск-менеджмент, во-первых, зашит в каждой программе, мы это требуем с разработчиков, с наших сотрудников. Во-вторых, второй уровень – это риск-менеджмент на уровне управляющего, который следит за роботом. И третий уровень – это риск-менеджмент в департаменте риск-менеджмента, то есть операторы независимые. Тройная защита идет? Тройная защита на нижнем уровне, и потом уже защита идет на корпоративном уровне, это всякие комитеты, которые еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, даже, кстати, директоров смотрят доходность. Поэтому основная защита – это ежеминутное слежение независимыми операторами в департаменте риск-менеджмента, которые обладают таким же умением, как трейдер, закрыть все позиции. Так как позиции фьючерсные, они не могут упасть за час на 20%, то если падение достигает 3% и более, уже оператор держит руку на кнопке, и ту или иную стратегию мы выводим. Но дело в том, что еще одним преимуществом является то, что стратегии не коррелированы друг с другом. Поэтому это получается средняя температура по больнице, и так как они все имеют положительное мат ожидания доходности, то в целом получается абсолютный доход. Понятно, что риск есть, риск везде присутствует, при любых инвестициях. А если какой-то технологический сбой, предположим, может быть ли он? Технологическим сбойом мы работаем уже два года с этими инструментами. Мы решили вопрос таким образом, что наши сервера находятся либо на бирже, либо уже непосредственно у международного брокера. То есть даже обрыв интернета уже не влияет, потому что, собственно, тот сервер, который торгует, он находится на бирже. А по интернету мы просто им управляем. Но для этого не нужно, чтобы постоянно был интернет, потому что сервер сам, который дает заявки, он находится на бирже. Давайте еще вот самый такой главный вопрос. Какую доходность обеспечивает мультистратегия? Мультистратегии в среднем обеспечивают порядка 80 годовых. Если говорить по классам, то консервативная мультистратегия обеспечивает 20-30 годовых, сбалансированная от 40 до 60 и агрессивная от 80 до 110. То есть даже самый инвестор осторожный может получить 20-30% годовых? Мы их ранжируем по той величине просадки, которую готов терпеть инвестор. Например, в консервативной стратегии инвестору мы только тому ее продаем, кто готов терпеть 2% в течение 40 дней. А как доходность соотносится с фондовыми индексами? Ну, когда индексы растут так же сильно, как сейчас, она им была равна. Но, например, в прошлом году, когда индексы упали на 25%, у нас средняя доходность портфеля всех уровней рисков, включая облигации, была 27. То есть мы индекс обогнали на 50 годовых. Я так скажу, она не зависит вообще от доходности фондового индекса. И еще одно важное качество, чтобы хорошо они работали, нужно, чтобы рынок сходил и вверх, и вниз в течение года несколько раз. То есть если он будет прямой линией, конечно, они много не заработают. Для этих роботов важна волатильность. Какими показателями характеризуется средний уровень риска? Мы смотрим за такими коэффициентами, как шарп и сортина. Я объясню по-простому. Шарп – это соотношение доходности на единицу риска. Скажем, инвестиции в портфель акций имеют шарп один. То есть на единицу риска ты имеешь единицу доходности. Инвестиции в мультистратегии имеют шарп пять-шесть. В хедж-фонды, это мультистратегии, сделанные в рамках российского законодательства, имеют шарп 2,7-3, то есть на каждую единицу риска инвестор имеет три или шесть единиц доходности. Собственно, при достаточно длительном наблюдении, то есть оптимальный срок инвестирования полтора года, работает просто статистика, которая говорит о том, что положительных исходов в шесть раз больше, чем отрицательных. Вот, собственно, очень простой секрет этих стратегий. Ну вот еще раз хотел бы завернуться. Все-таки давайте выточним, какие инструменты использует мультистратегия. Мультистратегия использует фьючерсы международные на 18 базовых активов на трех основных международных биржах. Это фьючерсы на S&P, фьючерсы на NASDAQ, фьючерсы на Treasury Bills, то есть на казначейские облигации США, фьючерсы на валюту евро-доллар, фьючерсы на индекс Dow Jones, фьючерсы на индекс франкфуртский DAX. И они используют фьючерсы российские на индекс РТС, акции Сбербанка, Газпрома и фьючерс на рубль-доллар. То есть всего получается 18 фьючерсов западных и 4 фьючерса российских. Но данные инструменты инвестор может сам каким-то образом выбрать и скоррелировать какой-то алгоритм? Или уже все-таки нужно полностью положиться на управляющую? Это очень тяжело. Конечно, тот, кто знает математику, он может открыть брокерский счет и пытаться этим заниматься. Но дело в том, что у нас, по сути, это фармацевтическая компания. То есть постоянно идут исследования. У нас 25 исследований физиков-теоретиков работают. И, собственно, за счет этого получается синергия и такой коллективный разум. Конечно, мы знаем много инвесторов, которые работают самостоятельно. Но вопрос в том, насколько ты можешь самостоятельно работать и обслуживать клиентов. Мы клиентам предоставляем сервис. Не просто алгоритмы, а слежение за ними, отбор и в нужный момент включение и выключение. Это очень высокий уровень сервиса. А может он к вам прийти и сказать, вот я совсем согласен, вот этот пункт уберите или наоборот добавьте? Да, если инвестор квалифицирован и он понимает риски, только в таком случае мы можем дать отдельный робот ему. Но в этом случае вы говорите о том, что риски на вас? Да, если мы продаем отдельный робот, то есть не фонд, а отдельную торговую программу, то для сравнения в фондах, у самого агрессивного фонда максимальную просадку мы гарантируем 14% за полтора года. У отдельной торговой программы просадка может доходить до 25%. Поэтому этот инвестор должен понимать... На что идет? Да. Обычный человек, когда у него счет просаживается на 25%, он спать не может ночами. Я просто знаю, я 17 лет работаю с частными инвесторами. Квалифицированный инвестор, который очень много зарабатывал и терял, он на это нормально смотрит. Но, вы знаете, таких инвесторов довольно мало. Я скажу, что их где-то 5%. В основном людям интересно получать доходность, некоррелируемую с индексами и больше депозитов в банках. То есть очень простые правила. Мы должны зарабатывать больше 12 годовых, и инвестор должен иметь возможность снять деньги в любой момент. Поэтому вот эти новые продукты, они идеальны. Мультистратегия, вы сказали, что это достаточно молодой для России продукт. Интерес к нему растет. А в мире это также молодой продукт? Нет. В мире существуют огромные фонды. Такие, как, например, Цитадель, Ренессанс Технологи, хедж-фонды. Они управляются тоже компьютерными программами с 1982-го, с 1985-го года. Там от 17 до 35 миллиардов долларов. Еще есть куча фондов. С 30-40 хедж-фондов работают. То есть до нас просто так поздновато докатилось, да? До нас поздновато докатилось. Знаете почему? Потому что наш рынок постоянно рос. Если мы вспомним, там с 2000-го года по 2007-й, там акции Сбербанка выросли в 100 раз. Ну, это дикая доходность, и поэтому не нужно ничего делать. Главное найти клиента, вложить деньги и получить доход. Когда рынок иногда падает, а инвесторы, понимаете, вот как в прошлом году, люди хотят получить доход выше депозита в банке. А рынок фондовый, он падает там на 25-27%. Что делать? Поэтому это заставило, так сказать, сработал спрос и предложение, и возник спрос на такие продукты. Несмотря на то, что это достаточно молодой продукт, да, мультистратегии в России, насколько он широко представлен в нашей стране? Я так скажу, что он достаточно мало представлен, не все компании занимаются. Скорее, я бы сказал, что их очень мало, там всего, может быть, 5 компаний серьезно этим занимаются. И я считаю, что объем рынка этого продукта будет расти, потому что такая некоррелируемая высокочастотная торговля, она всегда была на Западе и у нас будет. И это, кстати, очень хорошо для создания здесь международного финансового центра, потому что нужна ликвидность. И вот эти программы, которые делают там до, там у нас по всей группе 200 тысяч сделок в день делают программы, это очень хорошо для рынка, ликвидность. Минимальный порог вхождения? 500 тысяч долларов для мультистратегии или 15 миллионов рублей для хедж-фонда. Соответственно, минимальный срок, мы говорили, полтора года. Полтора года, да. Это немного в условиях нашей страны? Это, конечно, чуть-чуть больше, чем ожидают инвесторы, потому что многие хотят, чтобы было 6-9 месяцев. Но из математической статистики, то есть, чтобы получить, вот именно, чтобы соотношение шарпа, чтобы у тебя было положительных сделок в 6 раз больше, чем отрицательных, нужно подождать некоторое время. За месяц этого не получится. Это просто статистика. Это то же самое, как монетку. Если ее кидать один раз, то что-то одно выпадет. Если ее кинуть 100 раз, то будет 50% орел, 50% орешка. Ну, вот это если по-простому объяснить, чем мы занимаемся. Все-таки при инвестировании в мультистратегию нужно ли диверсифицировать свой портфель? Либо принести деньги только в мультистратегию? Либо все-таки нужно оставить для себя какие-то возможности отхода? Есть интересные продукты, сделанные на базе мультистратегий. Это структурированные продукты защиты капитала. Они тоже довольно популярны были на Западе во все время. У нас появились после кризиса. То есть, ты можешь оговорить защиту капитала 90 или 100. То есть, за время инвестирования, это условная защита, мы согласовываем список облигаций, которые защищают. При условии отсутствия банкротства одного из имитентов облигаций, в конце срока ты получаешь минимум 90 или минимум 100. Это очень удобно. То есть, если не было волатильности и не заработало, мы называем, движок стратегии, то в конце ты всегда получаешь свои 100%. Эти продукты приносят доходность от 17 до 25 годовых, и они достаточно консервативны. Несмотря на то, что все, что мы слышим, является положительным знаком, но все-таки я уверена в том, что есть инвесторы, которым следует воздержаться от мультистратегии. Но не могут все идти и зарабатывать таким образом. Кому мы точно не советуем? Мы бы не советовали тем людям, у которых это единственный источник дохода, и которые все деньги несут в мультистратегию. Здесь, наверное, лучше воспользоваться депозитом, потому что это маленький процент, но гарантированный. И в остальных случаях это нормальный инструмент для менеджеров, в которых есть зарплата или до бизнесменов и доход, и параллельно они готовы рисковать. Но очень важно, чтобы инвесторы больше одной трети средств, конечно, не инвестировали. Нужно сохранять еще в наличных и в недвижимости. Сейчас наш блиц-опрос. Ответим на вопрос телезрителей. Можете ли Вы предложить инвестиционные продукты с гарантированной доходностью на уровне 15-20%? Нет, гарантированной доходности нет. Во всех продуктах клиент должен идти на риск не только ничего не получить, но и возможной просадки. Если мы не говорим о продуктах защиты капитала, где я сказал, что мы гарантируем протекцию капитала на уровне 90 или 100. Вот как раз по поводу гарантии. Если Вы доверяете своим роботам, то почему не гарантируете клиентам доходность? Мы не можем гарантировать. Это неправильно. Это вероятностные продукты. И если бы мы гарантировали, мы бы лучше кредит в банке брали. И зачем тогда нам клиентские деньги? И по закону мы тоже не можете гарантировать. Мы тоже не можем гарантировать, конечно. Мы не можем гарантировать. То есть Вы пишете только уровень просадки максимальный. А если вот вдруг больше? Мы за этим жестко следим. Мы, конечно, не будем доплачивать, если на 1% просело больше. Но статистически, если клиент сидит в стратегии, вот обозначенный срок, просадка больше невозможна. Мы просто, если что-то не так случается, мы возвращаем деньги. Ограничена ли мультистратегия законодательно? Законодательно ограничена. У нас в ДУ, к сожалению, нельзя пока для не квал инвесторов покупать западные фьючерсы. И также нельзя покупать валютные товарные фьючерсы, которые здесь торгуются. Поэтому доходность аншорных продуктов в два раза ниже, чем доходность офшорных продуктов. Как я понимаю, Ваши фонды показывают высокую ежемесячную доходность, но при этом Вы называете оптимальный срок инвестирования 3 года. Зачем так надолго при высокой доходности? Это противоречит одно другому или просто важно заманить клиентам? Нет, в принципе, нам не важно заманить клиента. У нас их достаточно много. Три года – это нормальный срок, но вообще минимальный срок – полтора года. Но они не всегда растут, стратегии. Они могут два месяца, например, находиться в минус 1%, минус 2%. Чтобы заработать, нужно, чтобы подпрыгнуть, нужно чуть-чуть упасть, присесть. Поэтому нельзя сказать, что это гарантированный процент каждый месяц. Это не пирамида какая-то, это именно статистика. Вы говорили, что Ваши управляющие еженедельно пересматривают состав инвестиционного портфеля. Неужели алгоритмическая торговля нуждается в такой частой корректировке человеком? В чем тогда ее смысл? В алгоритмической торговле единственное поле корректировки – это параметры алгоритмов. И у нас есть два вида настройки. Есть автоматическая корректировка параметров, она производится самими роботами. Вторая – это ручная настройка параметров. Но в мультистратегиях речь не идет о параметрах, а речь идет о том, что мы смотрим за поведением составляющих мультистратегии и корректируем аллокацию, то есть процент вклада в тот или иной робот, чтобы плановая общая средняя температура по больнице стремилась к тому, что мы обещали клиенту. Я благодарю вас за беседу. Напоминаю, что в студии телеканала РБК был Яков Шляпочник, председатель совета директоров инвестиционной группы «Нордкапитал». И я, Мария Рудковская. До свидания. Спасибо.